Михаил Михайлович Названов – советский актер, заслуженный артист РСФСР, лауреат трех сталинских премий. Биография Михаила Названов родился в Москве в обеспеченной семье крупного техника-технолога, методом которого обрабатывали сахар на Украине. Мать будущего актера была известной камерной певицей. Она хотела, чтобы Михаил стал пианистом, и он окончил музыкальный техникум при Московской консерватории по классу фортепиано. Прекрасно пел, тем не менее Названов предпочел стать актером. В 1931 году в возрасте 17 лет он пришел в Малый театр и был зачислен во вспомогательный состав. В том же году стал актером художественного театра. 13 апреля 1935 года по доносу коллеги Названов был арестован в июле приговорен к пяти годам исправительно-трудовых лагерей. По статье 58.10 УК РСФСР срок отбывал в Ухтпич-Улаге. С 1936 года выступал на сцене лагерного театра в Ухте. После освобождения в 1940 году актер служил в Симферопольском театре им. М. Горького. В 1942 году в Чемкенте был принят в труппу находившегося там в эвакуации театра им. Моссовета. В театре Названов познакомился со своей будущей женой Ольгой Артуровной Викланд. В августе 1943 года театр вернулся из эвакуации в Москву. Супруги были вынуждены расстаться, так как у Названова не было разрешения на проживание в Москве. В марте 1944 года актер был реабилитирован, с него была снята судимость и в мае он вернулся в Москву. Выступал на сцене театра им. Моссовета до 1950 года. В 1950-1957 годах был актером Московского театра им. А.С. Пушкина. В 1957 году вернулся в Амхат, где служил до 1960 года. Не оставлял названов и музыку. Выступал как певец и с успехом исполнял песни советских и зарубежных композиторов. Большая разносторонняя культура, своеобразный драматический талант, музыкальность и исключительная работоспособность определили его быстрый профессиональный рост, совершенствование актерского мастерства. Его индивидуальность – все это, в свою очередь, выдвинуло названного в число наиболее популярных артистов театра и кино. Он много работал и на радио, участвуя в радиоспектаклях и радиопередачах. В роли Олега Дундича Сэма Изенштейн увидел названного в театре им. Моссовета, куда пришел в надежде найти исполнителя на роль Курбского для фильма Иван Грозный. Кандидатура названного показалась Изенштейну вполне подходящей. Но, пока шла подготовка к съемке Ивана Грозного. Названов по приглашению режиссера Александра Столпера снялся в его фильме «Жди меня» в роли Андрея Панова. Эта роль стала его дебютом в кино. Скончался 13 июля 1964 года в Москве. Его супруга Оави Кланд развеяла прах мужа над морем. В Крыму, фильмография, актерские работы 1943 «Жди меня» Андрей Панов, 1944 «Иван Грозный», князь Андрей Курбский, 1946 «Глинка», Костя, Гусар, 1947 «Русский вопрос», Гульт, журналист, 1949 «Встреча на Эльбе», майор Джеймс Хилл, 1949 «Сталинградская битва», полковник Людников, 1950 «Жуковский», Дмитрий Рябушинский, 1951 «Белин», Николай I, 1951 «Незабываемый 1919 год», князь Голицын, 1951 «Тарас Шевченко», Николай I, Александр II «1952», композитор «Глинка», Николай I, 1953 «Корабли штурмуют бастионы», Александр I, 1954 «Шведская спичка», Марк Иванович Кляузов, 1956 «Первые радости», «Пастухов», писатель, 1956 «Хозяйка гостиницы», кавалер Рипофратта, 1957 «Необыкновенное лето», пастухов, писатель, 1957 «Гута перчевый мальчик», Бекер, акробат, 1957 «Поединок», Николаев, 1959 «Песня о кольцове», «Волков», 1961 «Битва в пути», Семен Петрович Вальган, 1961 «Первые испытания», Скирмунд, 1962 «Мой младший брат», Андрей Иванович, профессор, 1962 «Цветок на камне», Забруда, 1964 «Гамлет», Клавдий, 1964 «Сокровища республики», Виктор Антонович Лебедев, профессор живописи, Озвучивание мультфильмов, 1951 «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», 1955 «Заколдованный мальчик», 1958 «Сказка о мальчишек и бальчиша», 1961 «Чиполина, принц Лимон», телеспектакли 1953 «Свадьба Кричинского», Михаил Васильевич Кричинский, 1955 «На бойком месте», Павлин Миловидов, Режиссерские работы 1956 «Хозяйка гостиницы», сценарные работы 1956 «Хозяйка гостиницы», признание и награды, Сталинская премия первой степени за исполнение роли Гульда в фильме «Русский вопрос», Сталинская премия второй степени за исполнение роли Телегина в спектакле «Обида Асурова», Сталинская премия первой степени за исполнение роли Джеймса Хилла в фильме «Встреча на Эльбе», Заслуженный артист РСФСР. Орден. Знак почета.